Я вообще не гражданин России. Я вас оскорбляла? Нет. Какое вы имеете право? Я ничего не говорил вас. Я никому не мотрил ничего. Я никому еще не мотрил ничего. Жильцы многоэтажек каждый день убеждают незваных гостей не рыть другому яму. Но пока безрезультатно. Работники медленно, но верно вгрызаются в их владения. Траншея 150 метров. Длиной теперь проходит через весь двор. Было сразу понятно, что здесь копается под силовой кабель. Расстояние метр от дома. Нарушена отмостка. После дождей полная яма воды. Сейчас она ушла, естественно, под дом. И размывается, получается, фундамент. Больше всего люди переживают за свое здоровье. Глубина траншеи в некоторых местах почти 70 сантиметров. Несмотря на это, об опасности прохожих предупреждает лишь тонкая лента. Здесь написано, подтверждая, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, техникой, рабочей силой. Типовым ограждением. Это у нас типовое ограждение. Вот это вот, я не знаю, кто из людей сможет назвать это ограждением. Ночью очень темно. Здесь деревья. Люди падают. И ночью, и днем. Вот даже следы видно, что здесь люди спотыкаются. К владельцу частной фирмы не подкопаешься. Разрешение на траншею он получил в городском управлении ЖКХ. Эта траншея ведет вот частник, строит дом, особняк или что, мы даже не знаем. Вот он подводит. С той стороны он дома подводил такую же траншею, уничтожил нам карагач, цветы. Мы, жильцы, посадили там многолетние растения. Все поуничтожено. Восстановлено, ничего нет. Не восстановил. С этой стороны то же самое. Более того, жители считают, что маршрут траншеи не совпадает с планом. Мы сейчас прочертили ручкой, да, вот как она, она прям по отмозке, можно сказать, идет вдоль дома. Далее, вот здесь вот аппендицит, который подходит к газгольдерной, да, по плану идет он как бы на косу, и, ну, тут расстояние прилично вырисовано на чертеже. А у нас, вот, в данный момент, по данной ситуации, он прям напрямую подходит к углу газгольдерной. Вот у нас стоит газгольдерная. Вот они, жилые дома. Вот она, траншея. Здесь будет проходить силовой кабель рядом с газом. Это любой необразованный человек даже поймет, что этого нельзя. Подрядчик с претензиями людей не согласен. Вы как говорите, деревья не трогай, бетон не трогай. Конечно. По воздуху у нас идет наискосок через площадку, через асфальт. Мы ее ушли от асфальта, оставили вам площадку. А вон там идет на газгольдерную. Все, это выход. Да, выход. Мы согласовали с организацией Горгаз. Чтобы как можно меньше навредить и жильцам, и природе, значит, мы решили копать все это вручную. Не загоняя техники, ничего не ломая. У нас есть разрешение ЖКХ города, значит, разработал проектный институт эту траншею. Мы отошли, но согласовали со всеми заинтересованными организациями. Все отклонения действительно согласованы, говорят в администрации. По заявлению жильцов на место выезжала комиссия. И к подрядчику возникли вопросы только в плане безопасности. Со стороны ГИБДД был привлечен к административной ответственности, выписан штраф в размере 2000 рублей, ответственный за производство работ. Были и есть нарушения о том, что ограждения отсутствуют, то, что мы написали в предписании, отмостки отсутствуют, освещение ночное отсутствует в ночное время. Данные моменты, они будут устранены. Выполнено ли предписание, проверит комиссия. Если замечания не устранят, компанию оштрафуют. Подрядчику еще предстоит закрыть ордер на проведение земельных работ. То есть, показать комиссии, что все сделано строго по проекту и благоустройство двора восстановлено. Свою проверку намерены провести и жильцы. Траншея, уверены люди, все же вырыта не так, как планировалось. А значит, кабель, который туда уложат, по их мнению, может быть опасен. Наталья Шепелева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.